Привет! Рад вас приветствовать на авторском канале Роман Зайцев Живу на ДВ. И огромная просьба, пожалуйста, посмотрите данное видео через YouTube. И приглашаю сразу же оформить вас подписочку на мой канал, потому что именно здесь я очень часто раздаю горячие пирожки и вкусные плюшки. А также отвечаю на все ваши комментарии. Итак, сегодняшняя тема очень интересная. Дело в том, что уже второй месяц правительство Российской Федерации радует нас новым федеральным законом. Для тех, кто не в курсе, делится с нами автор блога Рыбалка 21 века Яндекс Дзен. С 1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон о любительском рыболовстве. Закон предусматривает необходимость регистрировать и маркировать сети в северных районах. И можно ознакомиться в пятом пункте девятой статьи Федерального закона 475 о любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Итак, пятый пункт. Оборот жаберных сетей на территории Российской Федерации запрещается. За исключением районов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Ура, 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 жители Нижнего Амура и Амурского бассейна. Особенности оборота и применения жаберных сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации устанавливаются правительством Российской Федерации. И вот что по этому поводу комментируют, значит, люди. Рыбаки не совсем, совсем даже, вернее, не спешат обращаться с заявлениями для регистрации сетей. Интересно, почему же? Да потому что регистрировать теперь нужно любое сетное орудие лова. Вот, причем подача заявлений мизерная почти во всех регионах. Кроме, вот, Республики Коми, Магаданской области и в Республике Карелия. И вот что комментируют некоторые пользователи. Вот, особенно, вот, комментарии минусовой и плюсовой. Например, вот, Геннадий Асланов говорит, все сложности с описанием и регистрацией надуманные. Мне кажется, ловить рыбу, ловить можно чем угодно, хоть штанами. Главное, ограничить улов в 1-2 килограмма, ну, 3 килограмма в день. И очень жестко. Остальная премудрость для работы чиновников. Остальная премудрость это для работы чиновников, чтобы им было не скучно и дать работу рыбоспекторам, а то будет безработица. Вот так повышаем производительность труда. Все это блажь от малограмотности. Вот такой комментарий. Набрал 33 дизлайка. Кстати, хотя, очень есть, я считаю, рациональное звено в том, что вот по 3 килограмма в день, если вылавливать того же частика, да, чубаков, нам никто на него рыбачить не запрещает. То, в общем-то, вполне, вот смотрите, если каждый день, да, ловить минус там нелетная погода, да, период ледостава и прочее, допустим, пускай это будет 250 дней, 250 дней умножить, ну, пускай даже по 2,5 килограмма ловить частика, да, получится у нас 625 килограмм. В общем-то, рыбы в год поделить на 365 дней, получится по 1,7 килограмма рыбы в день, но можно ловить по закону. Обожраться можно, согласитесь, друзья. Вот, и что пишет Андрей Савченко, опять одна бюрократия, почему из всех хороших идей получается, черт знает что, надо просто запретить сети китайские дешевые и продавать только промысловые, установленного образца по советской системе и только по паспорту, номерные. То есть, сразу с бирками сети продавать человек предлагает, ну, логично, и через 5 лет все, само собой, в порядок придет, не надо будет ни за людьми гоняться, ни штрафовать, никого не надо будет, и самовязанные сети разрешить с регистрацией по телефону и присвоением номера, и налог соберется, и гоняться станет незачем, нужна монополия государства на производство сетей, как на ружье. А пока сети дешевые в продаже есть, никакого порядка тогда не будет, так и будут реки китайскими брошенными сетями загрязнять. Они на дне лежат и все равно ловят рыбу и рака, и все просто дохнет и тухнет годами. Вот, очень такой нормальный комментарий, кстати, и по поводу монополии, и по поводу, мне очень понравилась у него регистрация по сетей по телефону, самовязанных. Я думаю, что вот таких ребят, как Геннадий Асланов и Андрей Савченко, их нужно сразу избирать в Законодательную Думу Хабаровского края, может быть, даже и в Россию. Инициативы народные должны, я считаю, поддерживаться всесторонне. Еще, значит, такой момент интересный. Теперь, значит, как комментируют данную ситуацию. Начальник отдела организации контроля надзора и рыбоохраны Амурского территориального управления, Росрыболовство, Антон Зарубин. Сетями, он говорит, можно ловить только осеннюю киту по путевкам и на участках для любительского рыболовства. А орудия лова необходимо регистрировать. Это можно сделать через госуслуги и лично или почтой обратиться к нам по адресу Хабаровск, улица Ленина, 4. Законодательная Дума Хабаровск. Не более трех метров размер шага ячейки тоже учитывается. За 20 дней ведомство направит заявителю ответ и его сеть учтена. Никакой бирки мы не выдаем, ее должен сделать сам рыбак, выпилить или где-то заказать. Номер регистрации и другие данные на нее необходимо нанести таким красителем, который не смоется, продолжает Антон Зарубин. После получения номера сети с этими данными можно, как обычно, идти в амурный ввод, купить путевку и вперед на киту. То есть, полностью себя персонифицируем, верифицируем, привязываем физическое лицо к данной сети. Ну, в общем-то, что еще важно. Маркировочный знак на сети это прямоугольник размером не менее 10-15 сантиметров из любого материала. На бирке также указывается ФИО владельца, характеристики сети и ее учетный номер. Ну вот, можете все это дело почитать. Ссылочку данную я тоже расположу под видео. Можете пройти и посмотреть. Таким образом, сетное орудие лова можно использовать только на участках для любительского рыболовства по путевкам и на вышеперечисленные виды рыб. То есть, вот, мойвы, гальяны, миноги, корюшки, кефалевые и тихоокеанские лососи. Так, значит, где раздаются путевки, тут тоже описывается. И, значит, что хотелось еще сказать от себя. Вот, значит, здесь автор блога делает упор на то, что с вами должен быть документ, удостоверяющий личность. Я, как бы, от себя добавлю, что, естественно, ваше средство, плавсредство должно быть тоже зарегистрировано в установленном порядке. Также, значит, должен быть у вас, должна у вас быть путевка на вылов рыбы. И сейчас, получается, у вас должна еще быть зарегистрирована ваша сеть. Осталось, значит, зарегистрировать еще объем воздуха, который вам потребуется для хорошей рыбалки. И, собственно, тогда все формальности, я думаю, будут на планете Плюк соблюдены. Так что, посылаем чиновников на далекие планеты, где они, я надеюсь, заблудятся. А сами продолжаем ловить чубаков по 2,5 килограмма в день, которых нам, в общем-то, хватит. На каждый день у нас будет по 1,7 килограмма. И, собственно, живем дальше. Роман Зайцев, живу на ДВ. Пожелаю вам оптимизма в нашей нелегкой попытке выжить на Дальнем Востоке. В нашей непростой попытке, но я думаю, победа будет за нами. Позитива вам, друзья. Пока.